Сельские мотивы в центре Белгорода. Традиция проведения Дней районов в областном центре под открытым небом этим летом закрепилась окончательно. Веделевский район разместил в Центральном парке города сразу 12 площадок, представляющих его брендовые праздники. Погрузилась в их атмосферу и Наталья Виноградова. Лучше каши блюда нет. Ешь на завтрак и обед. Будете жить сто лет без бед. Эта площадка фестиваля «Вкусная наша зенинская каша». Глаза разбегаются от изобилия. Полевая, монастырская, гречневая со шкварками, гороховая, тыквенная с рисом или пшеном, на молоке и на воде. Если вы не любите каши, значит вы просто не умеете их готовить, уверены хозяйки из Ведеревского района. Очень вкусная. Я очень люблю тыквенную кашу, пшенную. Она полезна во всех отношениях, потому что пшено – это селен, который необходим нашему организму. А тыква – это вообще универсальный, уникальный овощ. А это уже площадка Большелепеговского поселения, где проживают 25 пасечников. Оно самое медовое в районе, поэтому и самый сладкий фестиваль проходит здесь. В тот период, когда у нас билогище дожди, у нас их не было. И мед, как бы обильное было собирание меда, цвели яблони, цвела акация, вот эта цвела липа, цвела вовремя все. И у нас закупают мед, очень много у нас вообще меда в этом году. Много в этом году собрали и яблок в Ведеревских садах площадью больше 400 гектаров. Свои полезнее и привозных, уверены жители и гости Белгорода. Поэтому прилавки пустеют на глазах. Ведеревские сады, они всегда были садами, такими славились. И яблоки вкусные, большие, красивые. Праздник Ведеревского района в областном центре стал одним из самых вкусных и сытных. Среди его почетных гостей – мэр Белгорода Константин Полежаев. Слако вообще, аж сладкое. Но славится Ведеревский район еще своими богатыми музыкальными традициями. А еще гордится народными умельцами. Это край действительно настоящих тружеников. Здорово, что районы имеют возможность представлять себя в городе Белгороде. Потому что только сохраняя свою историю, историю своей родины, мы сможем построить солидарное общество. А главный символ Ведеревского района изображен на гербе. Пионтон-Колистный в народе воронец. В этом году самобытный фестиваль «Воронцовый край» собрал около 400 участников. «Автобусами людей, всех желающих возят. Полей достаточно много, да. Когда цветут, все поля буквально красные от них. Потому что они растут очень густо. И очень красивое зрелище. Так что все желающие пусть приезжают к нам». Праздник проходит в мае во время цветения этого дикорастущего краснокнижника. Все, кого заинтересовали брендовые праздники этой территории, могут найти их в фестивальном календаре Белгородской области на сайте белкульт.ру. Там же есть информация обо всех самых ярких явлениях событийного туризма в районах области. Наталья Виноградова, Дмитрий Боев. Новости мира Белогория.